Восточно-сибирская лайка, описание породы. Восточно-сибирская лайка причисляется к самым крупным собакам русских лаек. Это настоящие прирожденные охотники и защитники, поэтому они характеризуются как смелые и самостоятельные псы. История происхождения породы. Восточно-сибирская лайка, порода собак, которая имеет очень длинную историю, сосредоточенную на территории Сибири. Данная разновидность появилась много тысяч лет назад, но остается востребованной до сих пор. Восточно-сибирская лайка, очень смелое и сильное животное. Предками вуз считаются охотничьи собаки, которые, кроме этого, считались, и рабочими животными, помогающими в хозяйстве. Разведение данной породы стало необходимостью, ведь эти животные очень весомо облегчали жизнь людей. Они могли тягать тяжелые грузы и отгонять хищников и врагов с земель. На охоте лайки помогали в ловле небольшого и крупного зверя. К сведению, к концу 19, в 1874 году, восточно-сибирская лайка впервые была представлена официально на выставке. С тех пор псов этой породы запретили скрещивать с другими видами лайок. Во второй половине 20, в Иркутске и Ленинграде начались работы по разведению северо-восточной лайки, а в 1980 году, официально были установлены стандарты породы. Особенности внешнего вида Восточная лайка Северо-восточная лайка От западно-сибирской Описание породы восточно-сибирской лайки имеет множество одинаковых характерных черт с западно-сибирской. Но из-за особенностей племенного отбора и территории распространения особи все же разница в своих чертах. Сибирская дальневосточная лайка отличается от западно-сибирской по следующим признакам. Большие размеры тела и развитая мускулатура, более удлиненное туловище, наличие немного закругленных концов ушей, а у западно-сибирской они острые. К сведению, из-за схожести обеих пород многие ученые настаивают, что вулс является под видом западно-европейской разновидности. Собаки отличаются своей активностью и силой. Нрав и особенности Восточно-сибирский пёс отличается от других пород группы своей смелостью и храбростью. Он является настоящим охотником, поэтому имеет терпеливый и спокойный характер. Это помогает животному долгое время сидеть в засаде и не действовать бездумно. Отличительные характеристики и повадки вулс Выносливость, любознательность, отменное чутьё, сильно выражены охотничьи инстинкты, активность, преданность, дружелюбность, доверчивость к владельцам, бдительность и осторожность к незнакомцам. Обратите внимание, восточно-сибирские лайки неплохо ладят с остальными питомцами, если они одинакового с ними размера. Более мелкие животные воспринимаются больше, как добыча, нежели друг. Воспитание и дрессировка Воспитывать питомца необходимо начинать с первых дней появления щенка в доме, иначе в дальнейшем сделать это будет сложно из-за упрямого нрава псов. До достижения шестимесячного возраста животное должно знать, что хозяина необходимо слушаться и выполнять его команду. Вся ответственность по воспитанию, как правило, лежит лишь на одном человеке, так как для псов-охотников существует только один хозяин-авторитет. С ним он ходит на прогулки, приучается к туалету и разучивает новые команды. Дрессировку можно начинать по достижении семимесячного возраста. Для этой цели рекомендуют тренировать пса на специальных площадках. Важно, восточные лайки быстро обучаются в паре, так как имеют привычку повторять и соревноваться друг с другом. Вулс Прирожденные Охотники Охота Восточно-сибирская лайка является прирожденным охотником. Еще издавна она использовалась для охоты на различную дичь и пушного зверя, особенно соболя. Благодаря своему развитому телу и крупному размеру лайки могут помогать при ловле более крупного зверя. Медведя, кабана, лосей и даже рыси. Как ухаживать за восточно-сибирской лайкой? Уход за вулс состоит из заботы за шерстью, купаний, стрижки когтей и чистки ушей с глазами. Шерсть нужно вычесывать периодически два раза в неделю. Также стоит следить за состоянием зубов, для их чистки используют специальные пасты с щетками, иногда можно обойтись лакомыми палочками для зубов. Купать питомцы рекомендуют только при необходимости, нужно стараться проводить эту процедуру как можно реже. При локальном загрязнении меха можно обойтись обтиранием влажной салфеткой. Режим кормления и особенности рациона лайок. Почти половина рациона восточных лайок должна состоять из белков, то есть мяса. Собак можно кормить как сухими и влажными кормами, так и натуральными продуктами. Особенности кормления лайок. Не менее двух приемов пищи за день для взрослых собак. Четыре приема пищи для щенков. Дополнительная миска с чистой, водой. Подогревать еду в зимний период. Обратите внимание, для кормления лайок необходимо выбирать сухие корма с пометкой для активных питомцев или крупных пород. Состояние здоровья и продолжительность жизни. Представители вуз живут до 15 лет. Порода сформировалась в естественных природных, порой диких условиях, поэтому собаки имеют крепкое здоровье. Заболевания могут возникнуть только из-за неправильного ухода. Обычно это касается питания. Могут быть проблемы с зубами, нарушение работы пищеварительного тракта. Плюсы и минусы восточно-сибирской лайки. Достоинства северо-восточной лайки. Ум и любознательность. Облегченная дрессировка. Выносливость. Хорошее здоровье. Непривередливо в еде. К недостаткам породы относят. Упрямство и своенравность. Невозможность содержания в квартире. Плохо ладят с другими питомцами. Как правильно выбрать щенка? Щенков восточно-сибирской лайки рекомендуется приобретать в специальном питомнике. При выборе животного необходимо обратить на следующем факторы. Хорошее родословное. Высокий рейтинг и репутация заводчика. Соответствие. Стандарту окрас, форма ушей, цвет глаз и другие. Обратите внимание. Если собака выбирается специально для обучения к охоте, нужно учесть характер и повадки щенка. Восточно-сибирская лайка, несмотря на ярко выраженные охотничьи инстинкты, может стать верным и преданным другом. Уход за ним не доставит проблем, но стоит учитывать, что порода свободолюбивая, поэтому вырастить в квартире без проблем лайку не получится.